Во Дворце культуры профсоюзов сегодня многолюдно и шумно. Поделиться опытом и яркими историями по приглашению Института третьего возраста в Брест приехала команда российского социального медиапроекта «Энергия Побед». И не просто поговорить, а поучаствовать и посмотреть. Гостей мероприятия ждали фото-выставка, кинопоказ, мастер-класс по активному долголетию и творчеству. Ведь пожилые люди – это не только заботливые бабушки и дедушки, но и бесконечные источники опыта, жизненной мудрости, активности и оптимизма. К проекту «Три года» за это время мы действительно создали полноценное медиапространство для пенсионеров и пропенсионеров. Это и фильмы, и фотоэкспедиции, и фото-выставки, на которые вы сегодня присутствуете, и медицинское консультирование, и яркие приключенческие книги, и медицинские книги. Словом, настоящее медиапространство, в котором есть место пожилому человеку, и которому будет всегда интересно окунуться в эту среду. Это секрет нашего успеха, что в основе каждого материала всегда лежит яркая история конкретного человека. А история, как мы с вами знаем, всегда вдохновляет больше всего. В России проект «Энергия Побед» получил статус партнера национальных проектов своей страны и стал победителем международной премии «Мы вместе» в 2022 году. Его цель – вдохновить наших взрослеющих близких на активную полноценную жизнь, несмотря ни на какие стереотипы и убеждения. Команда проекта работает на территории всей России, проводя съемки фильмов об активных пенсионерах и мотивационные мероприятия. Секрет успеха и инициативы прост – все герои проекта заняты любимым делом, а годы для них – это источник мудрости, а не груз пожилых лет. Кстати, лицом нового фильма «Энергия и Побед» стала брещанга Ольга Розальева. Активное долголетие – это не пустой звук. Институт третьего возраста на своем примере показывает, насколько богат потенциал граждан элегантного возраста. Например, мы насчитываем в своем составе почти 800 слушателей. Это не пустой звук, и это говорит о том, что люди хотят заниматься, хотят быть активными, позитивными и демонстрируют активную жизненную позицию. Мы пришли к сотрудничеству с международным проектом «Энергия Побед». Вчера мы снимали, например, фильм о нашем волонтере Ольге Розальевой. Она рассказывала про свой опыт волонтерства, также коснулись ее личной жизни и частных моментов судьбы. Думаю, что это будет полезным опытом и послушать платформой для дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией, а именно международной медиаплатформой «Энергия Побед». Уже девятый год я возглавляю группу по скандинавской ходьбе. Мы прошли уже 2500 километров. Если взять на вскидку, то это до Москвы, и назад мы прошли пешком. Еще кусочек остался. Кроме скандинавской ходьбы я еще занимаюсь танцами. При театре «Кукол» у нас художественный руководитель Горбиков Игорь, Игорь и жена его Марина. Мы занимаемся уже третий год. Мы назвали свой коллектив «Респект 60 плюс». И два раза в неделю мы танцуем. Мы уже вышли на площадку города, исковывали вместе мы на потанцовке. Вчера были съемки. Мы снимались с 11 утра и до почти 8 вечера. Было 7 локаций. Но я скажу, что это было очень классно. Такая команда съемочная приехала, такие организованные. И они не давали мне расслабиться. Но тем не менее они создавали в каждой локации такую обстановку, что я просто становилась сама собой. И я поняла, для того, чтобы сниматься, нужно просто быть самой собой. Не осталось без освещения и тема здоровья, сохранить которое так важно в зрелом возрасте. Социальная инициатива российских гостей поддерживает крупное медицинское предприятие, занимающееся комплексным оснащением профилактических учреждений и производством медицинской техники. Поэтому приятным сюрпризом для гостей мероприятия стали возможность пройти профилактические процедуры на аппаратах «Алмак» и получение медицинской консультации. Нам важно не только вдохновить пенсионеров на осуществление своих планов и мечтаний, но и помочь им найти на это силы. О какой активности можно говорить, если что-то болит. Поэтому сегодня мы даем возможность пройти бесплатные процедуры профилактики артрита, артроза, остеохондроза всем желающим. Магнитное поле способно оказывать действие даже через одежду, проникая напрямую к очагу воспаления. Но напоминаем, что перед применением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Возраст не является преградой для активной и счастливой жизни. Это лишь цифры, которые не мешают активному долголетию, а подобные инициативы дарят нам возможность продолжать развиваться, учиться и наслаждаться каждым днем. Институт третьего возраста совместно с медиапроектом «Энергия Побед» продолжит вдохновлять пожилых брещан на новые свершения. А мы обязательно расскажем вам об этом в нашем телеэфире. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Спасибо.